Кто автор книги? Тот, кто её пишет? Не всегда. Я знаю такую книгу, которую писали люди, но автор её — сам Бог. Эта книга — Библия. В эфире «Модная книга». Во все времена люди стремились быть красивыми, то есть привлекательнее, чем они на самом деле. Но хорошо быть красивыми или плохо? Наверное, хорошо. Но почему тогда авторы слагают песни с такими словами? Нельзя быть красивой такой. Из-за красоты велись войны, уничтожались целые племена. Вспомните хотя бы Елену Троянскую, Елену Прекрасную. Хорошо быть красивым или плохо? Свет прольёт модная книга. У нас в гостях докторант богословия, пастор церкви Владимир Лукин. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Илья. Владимир, красота всё-таки Божий дар или нет? Юлия, на этот вопрос очень опасно отвечать. Если я скажу «да», то тогда те, кто некрасив, скажут, что Бог нас обделил красотой и обвинят Его в лицеприятии. Если я скажу «нет», тогда люди скажут, что Бог ни к чему не причастен, особенно в смысле красоты. Поэтому сложно дать ответ на ваш вопрос. Бог причастен к красоте, Он любит красивое, но не от Него сейчас зависит, кто рождается красивым, кто менее красивым. Тем более, если учесть, что стандарты красоты, представления красоты в различных культурах и нациях отличаются. А в Библии есть какие-то стандарты красоты? Что Библия вообще о красоте нам говорит? Если ваш вопрос звучит с позиции современности о стандартах, конечно же, нет. Библия нигде никогда не дает никакого свода или кодексов красоты. Девушка должна быть с такими глазами, такой цвет волос, бедра, талия, грудь. Нет этого. Хотя в Библии подчеркивается красота мужчины, красота женщины. Например, если мы вспомним Давида, он представляется как красивый лицом. Или женщина красивой лицом и станом красивая. В этом нет ничего греховного в красоте. Другой вопрос, как люди используют красоту? То есть во благо, либо наоборот. Во благо, либо во зло, да. Поэтому говорить о том, что является ли это плохим или хорошим, нельзя. Причастен ли Бог к красоте? Причастен. Но нужно здесь, наверное, уже говорить в другой плоскости. Потому что много людей, обделенных физической красотой. Но это не значит, что Бог виновен в этом. А вот Вы говорите о физической красоте. Сейчас многие люди воспринимают красоту. Вот слово «красота» сразу рисуется красивое что-то, красивое внешне, да? А что же касается красоты внутренней, допустим, духовной? Что Вы об этом думаете? Юлия, чаще всего в нашем обществе о духовной красоте не говорят. Если говорят, то в основном христиане или восточные какие-то религии. Красота духовная сегодня не является интересом ни Голливуда, ни СМИ. В основном это подчеркивание телесной красоты, внешней красоты. Это называется эстетическая красота. Есть некоторые слагаемые субъекта, которые вызывают у нас восхищение. И восторг, да. Но мы-то сами прекрасно понимаем, на что это работает. Вот Вы посмотрите, индустрия Голливуда. Они говорят о красоте, подчеркивают красоту, выбирают красивых актеров. Но что происходит потом? Эхо. Мы видим, что девушки, парни стремятся быть подобными. Но почему они должны усваивать эти эталоны? Ведь каждый человек индивидуальность. Он по-своему, как говорили раньше, красив. Внешняя красота – это хорошо. Но это не является определяющим для успеха в жизни, для счастья семейного, для того, чтобы обрести друзей. Другие стандарты, они навязанные. Они находятся далеко от библейских представлений, к сожалению. Библейские представления. Почему-то мне сразу вспомнился самый красивый персонаж, который описан когда-либо в Библии. Самый прекрасный, совершенный красотой – сатана. И вот зачем Бог создал его красивым? Ведь написано, от красоты твоей возгордилось сердце твое. Зачем был создан он именно таким красивым, как вы думаете? То есть, получается, Юлия, вот так, как вы спрашиваете, вопрос в красоте или в поведении? Ну, все-таки акцент в Библии стоит на том, что от красоты твоей возгордилось сердце. Так откуда тогда взялось любование своей красотой? Мне кажется, Бог создавал его, не то, что кажется, я уверен, не для того, чтобы он возгордился. Он наделил падшего херувима всем самым лучшим, для того, чтобы он прославлял Бога. И когда вы задаете вопрос, это вопрос о тайне беззакония. Почему возник грех в совершенном существе, мы не знаем. Но мы видим, согласно Библии, его сосредоточенность на себе. И это как толчок. А получается, если идти дальше, логика вашего вопроса, то всякая красивая женщина или красивый мужчина – это гордец, а всякий некрасивый или в чем-то уродлив – это простой и самый духовный человек. Ну, я не совсем это имела в виду. Мне конкретно интересно, зачем Бог создал сатану таким красивым? Ну, я уже ответил, для того, чтобы прославлял Бога. Все, видя его совершенство, могли воздать Богу славу. Красота должна была служить не моментом самолюбования, а для прославления Бога. Не для того, чтобы сосредотачиваться на себе, а на том, кто дал мне эту красоту. А вот можно у нас это не сказать, что он был красив только внешне, а внутренние какие-то параметры духовности или что-то? Хотя его Бог создал совершенно, но что-то внутри все-таки было с гнильцой? Нет. Ваш вопрос, он немножко такой, вы знаете. С подвохом. Почему? Потому что Бог все создает совершенное. Никакой червоточины, зла, греха не было. Я уже говорил, это тайна беззакония. Поэтому, почему таким путем пошел, очень сложно сказать. И когда мы говорим о красоте, которая была на небе, зеркально отразившись на земле, она должна была служить Творцу. Благодарить нужно было. Но он пошел другим путем. Почему? Не знаем. И дело не в красоте, Юлия. Красота – это хорошо. Мы можем говорить о красоте, оценивать красивых людей. Но это условность. Выйдите за рамки европейских оценок, вы увидите, что все по-другому. Вот об этом. Можно поподробнее? Интересно. У нас один взгляд на красоту. А, допустим, у других народностей как-то с красотой блюдца в губе или сережки какие-то необычные. Или очень вытянутая шея. Ну, то же самое. У них свои стандарты красоты. Возьмите, если вы поедете в гости в Африку, к африканским племенам. Я сомневаюсь, что они оценят вас даже как симпатичную. Не поеду. Да, лучше не ездить туда. Точно так же, как и у нас, понятия их красоты, стандарты не работают в нашей среде. Нужно много тысячелетий, по крайней мере, сот лет, чтобы сознание воспринимало красоту такой, какой она есть. Эта эволюция, которая закрепилась, ну, эволюция, я имею в виду оценки людей, сознания, потомков, предков, отражается у нас сейчас. И это отражается в средствах массовой информации. Но если вы возьмете Азию, Африку, там совершенно другие представления. Поэтому вопрос культуры, красоты, это условности. Вот подумайте, Юля, вот что делать женщине или мужчине, если он некрасив согласно меркам культуры, в которой он находится, или субкультуры? Вот что ему делать? Будет ли он счастлив, или счастлива она будет? Будет ли успех в бизнесе? Обретет ли он какое-то положение, к чему стремиться? Или это только вот ярлык для красивых? Им везде путь, как сегодня, вот воздается дань красоте, ущербно, телесная только вот часть, которую мы с вами сегодня видим. Хорошо. А как вот видоизменились стандарты красоты, допустим, с эпохи Средневековья или откуда-то с прошлого, в наше время? Как они прошли? Египтяне, мужчины, женщины пользовались косметикой. У греческих философов красота имела различные категории, от антологической до нравственных категорий. Отцы церкви, если взять христианство, отцы церкви были против того, чтобы женщины красились, использовали косметику. Но если девушка более светлые волосы имеет, она не пользуется косметикой, это приличная девушка. Остальные, кто пользовался косметикой, предавались анафеме. Церковь пошла путем борьбы с плотью. Но это не закончило в том, что надо бороться с плотью. Стали пренебрегать омовениями, чистотой. Даже если взять монашеские подвиги, то монахи, им запрещалось мыться. Кроме определенных случаев и по особой нужде. Женщина могла быть в одно время эпохи средневековья, она должна была бледнолицая. С другой стороны, позже к 18 веку уже разрешали использоваться румянцами. Чтобы щеки свои как-то украсить. Было время, когда нужно было выстригать лоб. Модно было, чтобы был высокий лоб. Время, время, время меняется, меняются стандарты. Да, иное время и песни иные. А сейчас, в наше время, откуда нам черпать вдохновение, красоты? Не с журналов же, наверное, которые диктуют там. Я думаю, что в нашей модной книге, в Священном Писании есть ответ на вопрос. В 1 Петра 3 главе Петр советует женам, у которых мужья, не причастны к завету, не состоят в близких отношениях с Богом. Он говорит им о том, что бывают моменты и наступает предел, когда слова не имеют никакого влияния на жизнь. И он предлагает христианкам просто жить без слов. И говорит следующее. 1 Петра 3 глава 3 текст. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя повиной своим мужьям». То есть, о чем Петр говорит, что на самом деле перед Богом красота – это внутреннее отношение с Богом. Поэтому для женщин мне хотелось бы сказать, не думайте о том, как вы выглядите внешне. Это не значит, что не нужно смотреть за собой. Но пусть мотивом будет служить мотив, представленный в священном Писании. Кроткий молчаливый дух перед Богом. И главное, что Бог скажет о нашей красоте. Да, и аминь. Знакомая всем формулировка «красота спасет мир» трещит по швам. Если мы говорим только о внешней красоте, то вряд ли не спасет. А если о чем-то большем, то возможно. Разве вкус конфеты зависит от красивости фантика? Нет? Подумайте об этом. Будьте красивыми во всех аспектах этого понимания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова